У православных сейчас Великий Пост. В этот период верующие чаще посещают церкви. В Козловке после реконструкции открылся храм Казанской иконы Божьей Матери. Там побывала моя коллега Наталья Мальчикова. Для православных колокольный звон и храм неразделимы. Но местные жители благове слышат лишь с недавних пор. Долгое время колоколов у храма не было. Восстановление колокольни стало первым шагом на пути к обновлению. Сейчас преображение идет полным ходом. Раньше этих росписей не было, а сейчас все росписи. И красиво, и все вот иконочки тут тоже все. Ну идешь, конечно, в храм с душой. С 2012 года изменилось многое. Раньше обряды крещения зимой не проводили из-за холода. Сегодня в храме тепло, полностью заменены системы отопления и водоотведения. Уложены теплые полы. Силами прихожан появился пристрой. Здесь разместились иконная лавка и трапезная. Реконструкция идет и в центральном храме. Предстоит еще восстановить алтарь. Для семьи Егоровых храм стал практически вторым домом. Андрей и Елена воспитывают шестерых детей. Глава семьи считает, что они, как родители, должны указать детям правильный путь. Занятия в воскресной школе, творчество и церковное пение способствуют духовному росту. Но главное, что самим ребятам это нравится. Мы с братом поднимаемся после службы и до службы на колокольню и звоним в колокола. Позже мы спускаемся и прислуживаем в алтаре. В дни Великого поста Егоровы, как и многие жители Козловки, бывают в храме особенно часто, чтобы укрепить дух молитвой. Сосредоточиться на праведных мыслях и желаниях. Ведь смысл поста заключается в первую очередь в духовном очищении, а ограничение в пище – по возможности. Если мы себя будем изнурять, то это будет не пост. А, как мы говорим, поститься нужно постом приятным, то значит мы должны смотреть на свое здоровье физическое, физическое, да, где мы еще и работаем, в каких условиях. Все это должны мы учитывать. Пост длится почти 50 дней и завершится 2 мая светлым церковным праздником Пасхой. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика.